На самом деле, вот, хотела раскрыть тему, давно вы у меня спрашиваете, в общем, про отношения, как заводить новых знакомых, как вообще вот в новом месте, так сказать, себя оппозиционировать, как знакомиться с людьми вообще, как вот, вот вы приехали в новую страну, как с луны свалились, да, вы ничего не знаете, никого не знаете, как происходит вообще обзаведение кругом каким-то общением. И вот сегодня я об этом хочу поговорить. На самом деле, когда мы приехали в Канаду, буквально в первые же недели мы попали на семинары, не на семинары, они называли это сессии, сессионс в еврейском агентстве. Это было, кстати, это очень во многих агентствах есть, это не связано с еврейскими агентствами, очень много есть тот же Велком Центр, о котором я рассказывала в своих видео, делают такие сессии, в общем, есть очень много организаций добровольных и на основе, так сказать, государственной поддержки, которые проводят такие, такого рода семинары. Что вам дают эти семинары, эти сессии? Они вам дают понимание того, куда вы приехали, куда вы вообще попали и как вот это вот переварить всю вот эту вот информацию, первые дни, эти впечатления, шок вот этот вот и так дальше. И вот на вот этих семинарах первое, о чем мы узнали, это слово «нетворкинг». Итак, «нетворкинг». Сегодня мы будем говорить с вами про слово «нетворкинг». Что такое нетворкинг в нашей жизни, что такое нетворкинг здесь, в Канаде и в Америке, это тоже самое. Но могу вам сказать, что если бы вот такая пропаганда именно вот этого была в Израиле, может быть, мне тоже это как-то помогло. В Израиле это тоже есть, но, во-первых, это называется в Израиле протекция. Во-вторых, протекция не в самом плохом смысле этого слова. Поэтому нетворкинг – это немножечко что-то более глубокое, чем просто протекция или просто какое-то выгодное знакомство. И нам начали посвящать в понимание вот этого слова, что значит «нетворкинг». И как это важно в жизни, особенно в жизни новоприбывших, в жизни иммигрантов. Значит, ну, в принципе, нетворкингом нужно обзаводить. Ну, нетворкинг, мы знаем, это как коннекшн, да, это как связи. Есть нетворкинг, который технический, технологический, да, нетворкинг, да. А есть между людьми нетворкинг. Вот мы поговорим про нетворкинг, который между людьми. Вы знаете, я не буду много сегодня на эту тему рассуждать, потому что достаточно и так у меня сегодня уже вы много чего увидели. Я вам хочу сказать вот основы. Вы с первого дня должны обзаводиться нетворкингом. Вы с первого дня должны знакомиться с людьми. Если вы до этого боялись людей, вы должны пересошагнуть через этот свой шаг, через этот свой страх и перестать бояться людей. Потому что если вы будете продолжать бояться людей, стесняться, знакомиться, вы не сможете построить прочный круг общения и друзей и так дальше. Не забывайте, если вы приезжаете с детьми, это очень важно, что детям тоже нужно общаться с другими детьми. И если вы не посодействуете никак этому, то ничего не произойдет. Знаете, у меня нетворкинг несколько раз надо было уже настраивать в Израиле, в Канаде, так как мы несколько раз переезжали. Но также мне нужно было вообще по жизни очень много раз настраивать нетворкинг. Потому что в Израиле мы переезжали около шести раз, внутри Израиля. И у меня уже был в этом плане хороший опыт. Плюс у нас нам нужно настраивать новый нетворкинг, когда мы приходим на новую работу, когда мы переезжаем на новое место, и тем более, когда мы переезжаем на новую страну. И вот мой последний пример был такой. У меня все спрашивают, где найти этих людей, с кем знакомиться. Да, достаточно тяжело выйти посреди улицы, схватить первого встречного и сказать, как тебя зовут, давай дружить. Нет, так это не работает. Но, во-первых, нужно не бояться. Если вы приехали в новый район, не бойтесь постучать к осенью дверь, сказать привет, представиться. Меня зовут Инна, я ваш новый сосед. И было бы приятно с вами познакомиться, если бы вы могли мне подсказать, где ближайшие школы, где ближайший магазин или аптека, в который могу сходить, чтобы вы мне могли порекомендовать, где я могу записать детей на кружки. Это буквально вот так, к соседям постучать в дверь. Потом, следующая такая моя рекомендация, как это было у меня. Я вам расскажу, как было у меня. То есть сначала были соседи, которыми я сразу начала здороваться, общаться. И очень приятные люди они, и они пошли на контакт сразу, конечно. Есть люди, которые будут от вас немножечко держаться. Значит, понятно, что к ним не нужно лезть в душу. Но, по крайней мере, вы попробуете, и эти люди уже знают, что вот есть сосед, и как его зовут, и что с ним можно здороваться. Знаете ли, мало ли в жизни какие ситуации, чтобы хотя бы они знали, кто рядом живет. Потом, так мы приехали летом, и летом не было, и даже еще школы. Мы вообще думали какое-то время, что он идет еще у нас в подготовительную группу садика. Оказалось, что он идет в первый класс, потому что в клубе «Контарио» немножечко разные законы образования, и возраст поступления в первый класс тоже достаточно разнится на год. Поэтому, в общем, это тоже для нас был немножечко шок. Но, в общем, короче, мы приехали. Новый дом. Ничего еще не знаем. Никого не знаем. Никак, ничто, нигде не это. Интернета подключения нету. Вы помните, что почти 20, больше, более 20 дней я не выходила в эфир, потому что, ну, не было подключения, не было возможности. Ну, и не было времени, на самом деле. Новый дом, дети, нужно было это все вот здесь раскладывать. Это был просто сумасшедший дом. Так, мне нужно было ребенка выводить. Ребенок хочет играть с другими детьми, надо общаться. В общем, короче, мы что начали делать? Мы прошлись немножко по району, нашли площадку, и я туда стала каждый вечер как на работу приходить. То есть для меня это была работа. Я ходила туда утром и вечером. Утром я, ну, во-первых, у меня Габриэль была, которую нужно было выгуливать. Ну, просто в коляске она еще не ходила, не лазила. Она просто еще в коляске сидела. Ну, по крайней мере, на качельку я могла ее посадить, покатать. Ну, и был ребенок, который хотел бегать в мяч и разговаривать с другими детьми. В общем, мы набрели на эту площадку. По утрам мы приходили, там обычно никого не было, потому что летом дети тоже, в принципе, на кружках или ходят в детский лагерь летний, и как-то они заняты. И мы ходили вечером. Вот вечером был основной наплыв. И я ходила туда действительно как на работу. То есть я так одевалась более-менее, да, то есть не так, как я сейчас могу, например, выйти иногда. В чем дома хожу, в том и пошла на площадку. То есть я старалась так одеться, быть аккуратненькой. Собирала детей, и мы уходили на 2-3 часа вечером. И на площадке я начинала знакомиться. Район у нас тут достаточно такой приятный. Люди живут достаточно все такие положительные, позитивные, общительные. Вот. Детки очень все светлые. Поэтому Идоша стеснялся подойти. У него немножко есть такая проблема подойти первым. И спросить, как тебя зовут, давай будем играть. То есть вот для меня бы, допустим, не было этого. Я думаю, что в его возрасте тоже бы у меня, наверное, была эта проблема. Вот. Но, в общем, ему еще иногда тяжело подойти вот так вот и спросить, привет, как тебя зовут, давай будем дружить, или давай поиграем в мяч. Вот. В общем, короче, мы взяли мяч с собой, потому что это как заделье, предложить вот кто хочет играть в мяч, потому что не все дети с собой что-то приносят. Вот. И, в общем, одним словом, было несколько мальчиков. Я говорю, они увидели у нас мяч. Я говорю, привет. И вижу, что они по-русски тоже говорили. Очень много русских израильтян у нас здесь живет, русскоязычных. Вот. Привет, как тебя зовут? Или мама, можно мой малыш с вашим поиграть? Ой, да, конечно, он стесняется. Он тоже искал, с кем бы поиграть. И вот так я, типа, детей познакомила. Дети уже пошли бегать. Я уже с мамочкой заговорила с одной. Я говорю, сразу о себе рассказываю, мне нет проблем. Я говорю, вот мы только приехали. Переехали из Монреаля, купили дом, ничего не знаем. А как у вас тут, что у вас тут? И с удовольствием она мне все рассказала. Это была, кстати, одна из моих первых знакомых, и которая познакомилась с очень многим количеством мамочек на площадке. И потом уже, когда я пришла в школу 1 сентября, я знала почти всех родительниц. Я знала очень многих деток и родителей, которые пошли с нами же в первый класс. И мы общаемся. Сейчас у нас даже достаточно. Мы оказывались уже спустя буквально полгода, чуть больше, чем полгода, мы уже оказывались за одним столом у кого-то в гостях. То есть у общих друзей. То есть вот так вот все закрутилось. То есть да, вам нужно проявлять общение, вам нужно переступить через себя. И в этом ничего нету страшного. То есть деток познакомили, пару вопросов спросили, там пошел, и ты уже видишь, это твой человек, не твой человек. Как бы есть у вас интеракция, нету интеракции и так дальше. И так у меня пошло. Пошло это. Потом у меня начались кружки и дошки, я начала туда ходить. Потом у меня лично мое общение, во-первых, у меня мой блог, у меня девочки пишут, и есть ребята, с которыми мы общаемся, как-то вот друг за друга, друг за друга, знакомые того, этого. В общем, достаточно. Мы уже обзавелись какими-то вот такими, очень приятными, хорошими такими отношениями с людьми. Так вот, если возвращаемся к нетворкингу, это то, как мы его строим. Каждый выбирает для себя свой путь. Кто-то и начинает ходить в разные клубы. Есть миллион клубов, в которых можно ходить. Можно ходить в спортзал и там знакомиться. Ну, все, что угодно. Было бы желание познакомиться с кем-то, да, вы всегда найдете где. Но нетворкинг – это не просто знакомство с людьми, это полезное знакомство с людьми. То есть вам нужно понимать, что вы общаетесь с правильным человеком, в том плане, что вам с ним интересно. Не просто вы с ним пообщались, потом пришли, думаете, господи, какой тупой. Или вот зачем, о чем он, что он хотел от меня, о чем я с ним говорил. То есть должно быть приятное общение, прежде всего, для вас двоих. Например, если это какая-то родительница и родители со школы, вы можете договариваться про плейдейт, да, позвонить, как дела, давай наших деток встретим, пусть приходят к нам или когда-то они заберут. Или, мало ли, какая-то ситуация, вот у нас был снег, у меня девочки, приятельницы очень хорошие, они меня выручили, у меня нет машины, вы знаете. И зимой были такие снега, когда ты ни с коляской не пройдешь, ни пешком не пройдешь там, то есть очень тяжело. Ребята на джейпах, конечно, у всех, естественно, с Юви и без проблем они звонили сами мне, сами мне звонили, и мы заберем это, чтобы ты не переживала, чтобы ты с малой не перлась. То есть вот такие отношения. То есть и вы делаете людям приятное где-то своим общением, и они, и мы даже собирались несколько раз, пельмени лепили у меня. Я говорю, все, девчонки, приходите, будем сегодня лепить у меня пельмени. Делали такой мастер-класс. Я им рассказывала, как надо лепить пельмени. Потому что, вы помните, у меня был мини-бизнес. Пельмена-варениковый бизнес, скажем так. Так я им делала мастер-класс, мы утром собирались и делали, значит, здесь вареники, не вареники, пельмени делали. Кушали, разговаривали, болтали. То есть вот такое, какое-то горячее общение, приятное. Если, конечно, это люди, с которыми у вас есть о чем поговорить. Потом какой-то день мы делали заварные пирожные у меня тоже. Опять-таки, это зима. Очень тяжело проводить время зимой. Зимой у вас нет общения. Все сидят по домам. Сейчас вот лето, весна, все повылазили из своих домов. Вдруг видишь всех соседей, вдруг есть вокруг живые люди. Но вот именно зимой очень ощущается недостаток общения здесь. Потому что вы сидите в четырех стенах. Если вам некому позвонить, если некуда вывезти ребенка, некого пригласить в гости, это очень тяжело перенести вот эту вот зиму, вот эти месяцы дома. Поэтому обзаводитесь знакомыми. Конечно, как я, моя подруга одна в Монреале, она говорит, Инна, ну вот как вот так вот? Мы вначале со всеми, со всеми знакомились и все. А сейчас эти люди как-то мне говорят уже совсем неинтересно. Я говорю, ну Алина, когда ты приезжаешь, ты никого не знаешь, ты требуешь этого общения, знаний. Не то чтобы общения поболтать. Разные люди с разными потребностями. Кому-то нужно просто лясо почесать, так сказать. А кому-то нужно спросить вопрос, совет, что-то. И ты бросаешься на каждого человека, чтобы в поиске того вот твоего какого-то, да, который однодумец твой, твою душу, да, твоего человека ищешь. Ты общаешься, ты буквально с каждым знакомишься, с каждым хочешь какие-то отношения завязать. Но кто-то обладает вот таким качеством, который может примерно увидеть сразу, подходит ему этот человек или нет. А есть такие, которым надо время. Ну допустим, у меня достаточно, я сразу видела, вот кто мой человек, кто нет. Вот как-то я так сразу понимаю. Вот. И да, ты вначале вроде со всеми, миллион знакомых, но в конце остается тот один или два, с кем ты действительно поддерживаешь отношения в течение вот всех лет. Буквально вот моя Алина, мы с ней познакомились на этих сессиях в еврейском агентстве. Мы с ней познакомились, мы уже были на тот момент три недели в Канаде, а не только неделю. И в общем мы приехали вместе, потом оказалось, что у нас очень много общих знакомых есть, хотя мы друг друга не знали до этого. Вот. И мы с ней до сих пор лучшие друзья. Вот мы уже четвертый год в Канаде, мы четвертый год общаемся, несмотря на то, что они в Монреале, мы в Торонто, и мы в общем постоянно созваниваемся, переписываемся, знаем, что друг с другом происходит. Конечно, у нас не получается общаться уже на ежедневной базе, у нас этого не получается. Но, по крайней мере, мы стараемся хотя бы несколько раз в неделю чего-то друг другу написать, если есть время позвонить. У нее тоже маленькая Лялечка родился, мальчик второй, поэтому нет времени сильно. Вот, ребята, это то, что я хотела сказать про нетворкинг. Нетворкинг очень важен. Прежде всего, для общения. Второе, также для выгоды, если вам встретить детей нужно, вам пообщаться с кем-то приятным, кто-то даже взаимопомощь забрать с садика, например, или там чему-то научиться, или спросить совет какой-то, если это человек, который какое-то время уже здесь живет, он знает кого-то, знает как-то, допустим, мне нужен был массаж, я позвонила там своей девочке знакомой, она говорит, да, у меня вот есть такой-то человек, и очень хороший. То есть у вас должен быть человек. Вот это нетворкинг. И так друг за другом. Человек, который может вас, может быть, познакомить с кем-то, с кем-то еще хорошим. Иногда, если, допустим, вы смотрите на это более, как сказать, более с выгодой, если вы хотите, человек, может быть, который работает на каком-то месте работы, и он может вас порекомендовать кому-то. Вот это тоже, это не нужно этого стесняться. Почему этого стесняться? Если люди, которые могут вам помочь в жизни, продвинуть вас, это будет им хорошо от этого, и вам будет хорошо от этого. Поэтому это и есть нетворкинг. Это и есть нетворкинг. Не только лишь в смысле выгоды и меркантильности, да, не нужно это только в этом смысле понимать, но это часть от этого значения, да. Это прежде всего общение, это хорошее общение между людьми, и это длительные отношения. Вы стараетесь выстраивать какие-то длительные отношения с людьми. Ну вот это мой такой совет. Это было про нетворкинг. Желаю вам, всем, кто приезжает, новоприбывшим, легкого нетворкинга, легкого общения. Обзаводитесь легко хорошими людьми вокруг вас, людьми, которые будут вам интересны, людьми, которые смогут вам помочь в будущем, людьми, с которыми просто вам будет интересно и хорошо. Просто будет у вас хорошее настроение, вы сможете всегда знать, кому позвонить, сказать, привет, слушай, какая сегодня хорошая погода, пойдем-пройдемся, или пойдем-выпьем кофе, или приходи ко мне, выпьем кофе. Вот как-то так. Все. Желаю вам хорошего настроения. Надеюсь, это была полезная информация, как всегда. Люблю вас. Пока-пока.